Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома-2. Алексей Безус жив-здоров, прооперирован. Мужчине вставили пластину, у него трещина в мизинце после потасовки на поляне. Леша рассказал, но есть новость и нехорошая. Я выписываюсь, а невеста моя попала в больницу. Очень хочется ее поддержать, сказать добрые слова. Зайчик, я с тобой. В свое время Таня Репина рассказывает о своем самочувствии. Сейчас ей стало намного легче. До этого поднималась температура, болела голова. С малышкой все в порядке. И поставили капельницу, кучу анализов назначили. Будут лечиться. Дарья Пынзер снимала в сториз своих сыновей. Прикольные мальчишки. Младшенький, правда, все время с открытым ртом, плохо разговаривает, а старший его из-за этого поддразнивает. Женя Ромашов, несмотря на опасения его девушки, что она не последняя женщина в жизни музыканта, рассказал ведущей Ольге Орловой в дневном эфире о том, что уже придумал, как и в какой обстановке, и когда он подарит Насте обручальное кольцо. Ромашов сделает предложение Бигрины на Сейшелах, но подробности своего будущего романтического свидания на берегу океана он готов выдать Орловой лишь по секрету, без камер, чтобы не испортить сюрприз. Или потому что сценаристы и сами его еще не знают. Все это напоминает историю о том, как бывший участник Дома 2 Глеб Жемчугов избегал тем о предложении до тех пор, пока его не привезли на Сейшелы, где не было особенного праздника по поводу его предложения Настера Инашвили. Кстати, роспись в ЗАГСе у Жемчугова запланирована на 19 марта. Если бы этого разговора не было на фоне слов Бигрины, что они с Ромашовым друг другу не доверяют, можно было бы подумать, что пара скоро распадется. Но теперь выходит, что Ромашов согласился на долгоиграющий сценарий. Сначала победа в конкурсе «Сейшельские каникулы», а затем долгие сборы на «Яхту любви». Наверное, именно из-за будущего предложения выбрали две пары для поездки на Сейшелы. Хочется руководству снять видео про реакцию Бухенбалты на будущую свадьбу Ромашова. В жизни Юлии Ефременковой наступает самая настоящая черная полоса, и расставание с Мондезиром Светамуром не самое большое горе. По крайней мере, если еще недавно Юля говорила о любви к бывшему, и, возможно, была не против его вернуть, то теперь об этом не может быть и речи. Вряд ли Светамур захочет разделить тяготы новой жизни экс-ведущей Дома-2, ведь ее, как и многих, коснулась ситуация с блокировкой Инстаграма. В своем микроблоге Ефременкова уже сообщила о том, что теперь вынуждена будет жить буквально впроглоть, однако существенно сэкономить, ровно как и заработать без Инстаграма, ей вряд ли удастся. По словам Юли, сейчас ее пугает, необходимость платить ипотеку совсем не радует недавно купленное жилье, а точнее отсутствие денег на такую трату. Так, чтобы поддержать прежний уровень доходов и жизни Ефременковой, не хватает даже трех работ. И мало кто сомневается, что Светамур ей в этом не помощник. Помириться с Юлей сейчас для парня означает взять на себя часть ее долговых обязательств. Миф о том, что Яна Захарова не подпускает к себе парней и настаивает на длительных ухаживаниях, оставаясь неприступной на телестройке, был разрушен за один день Глебом Малмыгином. Глеб поматросил и бросил Захарову, показав при этом удивительную беспечность и неуважительное к ней отношение. И хотя Захарова говорит, что ей все равно, и Глеба она хотела затянуть в постель еще в 21 году, когда он жил с Кристиной Лесковец, видно, что Яне неприятно, когда ее обсуждают в контексте девушки на один раз. В вечернем эфире выяснилось, что Марго Куксенко считает Яну Захарову легкодоступной, да что уж там, теперь все подшучивают над Захаровой ее слабостью к молодым парням, которые бросают ее после первой проведенной ночи. Куксенко уверена, что Малмыгин совершил ошибку, когда пошел туда, где легче добиться близости. Но позже Глеб передумал и все-таки предпочел ухаживать за Маргаритой. Что-то Захаровой в последнее время не везет ни в конкурсах, ни в любви. Парень, с которым она встречалась за периметром, тоже предпочел общаться со сверстницами. Малмыгина как ветром сдуло, хотя он и признает, что мог бы предпринять еще одну попытку сблизиться с Яной. Где один раз, там и второй. То ли у Захаровой самооценка на нуле, то ли она хочет кому-то доказать, что нравится мужчинам. Только у нее это плохо получается. Зачем она влезла в эту грязь? Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость с сайта шла к Надежде Ермаковой. В одном из эфиров, обидевшись на Даниэле, на общей кухне при ребятах, разговорилась и прямо сказала, что зря она позволила жениху вмешивать в их отношения родителей. Слишком много родителей чистого в жизни Ермаковой. Из-за этого скандалы и обсуждения пары на лобном, расставания и взаимные претензии. В вечернем эфире Дома-2 стало известно, что папа Даниэля насмотрелся разных видео, послушал Надю, увидел, как смеются над его сыном, а Адеев прямо говорит, что устроит на свадьбе потасовку. И чуть не попал в больницу. У мужчины поднялось давление, ему было плохо. Эту тему опять же подняла Ермакова, вновь поссорившись с Даниэлем, который плакал, пытался уйти с проекта, а вернувшись, сказал Наде, что полетит в Казань и будет разговаривать с отцом. Стало известно, что Чистов уговаривает родителей прийти на его свадьбу с Ермаковой. Так как после описанного выше случая в эфирах показали детектор лжи, говорили про симпатию Ермаковой к Монде-Зиро, то это стало очередным поводом для беспокойства родителей Чистова. Ермакова уверена, что папе Даниэля пора прекратить пересматривать эфиры, наблюдая за сыном, тогда и переживаний со стороны отца не будет. Но как отец может перестать смотреть новые выпуски, если Ермакова постоянно мутит воду? Возможно, это Наде нужно начать следить за своими словами. Дима Дмитренко получил отпуск от своей семейной жизни. Именно так отреагировали подписчики на поездку молодого человека во Владивосток. Причем туда бывший участник Дома-2 улетел без Ольги Рапунцель и дочерей. Сам Дима, вероятно, планировал отдохнуть и повидаться с родными друзьями. Первое, что он сделал, это побывал в гостях у мамы тети Людмилы Григорьевны. В качестве доказательства на своей страничке Дмитренко опубликовал фото с родительницей, посвятив ей еще пост благодарности. Правда, многие сразу забили тревогу. От подписчиков не укрылось, что женщина ужасно похудела, даже постарела. Возможно, речь идет о переживаниях за непутевого сына. Людмила Григорьевна уже признавалась, что не узнает наследника, женившегося на Ольге Рапунцель. К слову, не исключено, что после возвращения в Москву парня ждет череда скандалов от Ольги. Возможно, именно родне во Владивостоке удастся промыть Диме мозг, подтолкнув к разводу. Ведущий Дома-2 Влад Кадони часто говорит о новых этапах своей жизни. Тем не менее, он отличается завидной стойкостью к любым перипетиям судьбы и завидным равнодушием к чужим проблемам. Влад Кадони и его восприятие о действительности, особенно посты в соцсетях, не соответствуют его реальным поступкам. Влад пишет в сети, что скоро появится новый ресурс Rosgram, но он сам запутался, нужно ли это и для каких телефонов подходит сервис. Там ведь не расскажешь о причудах домовских участников. Ранее Кадони утверждал, что у него будет свой психологический портал, что он откроет блог для поклонников, которым будет давать советы, придумает тренинги, организует группы и начнет вести курсы, помогая людям прийти в себя. И где это все? Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.